Всем привет! Сегодня поговорим немножко о коронановостях в Турции. Что интересно за неделю у нас произошло, знаете, вся эта история с коронаковид-ситуацией, она уже заканчивается. Точнее, новых каких-то известий, новостей не так уж и много за течение недели. Я решила, в принципе, снимать, может быть, раз в неделю, раз в две недели, как вам такой формат, напишите в комментариях, просто новости о Турции, что здесь интересного происходит, то, что вы, может, не увидите в каких-то интернет-новостях на русском языке, в русскоязычных каких-то кругах, в группах и всем прочим. Итак, по поводу, как у нас прошла эта неделя, неделя обломов. Вообще, все работает в Стамбуле. Буду говорить, в частности, про Стамбул, не только про всю страну, по поводу карантинной ситуации в Стамбле. Когда первые дни открылись торговые центры, по крайней мере, возле моего дома, я видела, как люди с пакетами огромными, баулами шли домой. У меня тоже было такое чувство, что пойти купить что-то просто ради самого вот этого ощущения, возврата в социум, за то, что ты можешь это сделать, то, что потрогать, пощупать, знаете, что-то посмотреть. Вот этого вот всего не хватало, так долгий срок, мы от этого, конечно, так отвыкли. Выходы. У нас, слава богу, по прошествии недели статистика все равно понемножечку, очень медленно, но все равно она падает. Сейчас вот в среднем до 20 человек, 18 вчера было погибших от ковида во всей Турции. Это хорошая, в принципе, статистика, но уже жду, когда вообще не будет умерших, очень этого хочется, конечно, желается. Далее, выходы детей были в среду и в пятницу. Ну, как вам сказать на этот счет что-то интересное? Это великий облом, но торговые центры, магазины с детьми нельзя, кто-то пускает, кто-то не пускает, в рестораны кто-то пускает, кто-то нет. Короче, от людей это все зависит, кто-то боится, кто-то не боится этого делать, в плане нарушать там законы и все прочее. Короче, и в центре, и в отдаленных районах, и везде все по-разному. Затем детям, как я поняла, можно выезжать куда-то за город по свидетельству о рождении, и, короче, с родственниками, да, с родителями, по свидетельству о рождении и свидетельству о браке родителей. То есть, если в машине едут одни родственники, направлено вот этот запрет на перемещение между городами, направлено на то, чтобы это не было как извоз людей, то есть как такси, чтобы люди не работали, или не возили каких-то незнакомств в другие города, зараженные люди, чтобы, короче, болезнь не распространялась. К членам семьи как бы можно передвигаться, а чужим людям между собой возить, короче говоря, нет, либо там билет на автобус покупаешь между городами. Также везде социальная дистанция, там в общественном транспорте, это с самого начала у нас была вся эта эпопея, всегда в общественном транспорте, в метро, в автобусах соседнее сидение залеплено там лейкой пленкой красными полосками, и висит табличка о том, что социальная дистанция, это место не занимать. Ну, в автобусах ездят, и просто на это место, как правило, кто-то сосед ставит сумку, но он сам не садится, просто места свободные, этого все еще придерживаются, все это у нас есть. Во многих кафе раз убрали половину мебели, чтобы расширить это пространство между столами, сотрудники всегда все ходят в масках, этих защитных забралах, полосмассовых, прозрачных, в перчатках, то есть с этим проблем санитайзеры везде, все заставляют друг друга мыть руки, обрабатывать, это прям вообще весело, все-все-все везде. Это вообще ни шагу нельзя ступить, чтобы кто-то там где-то руки не мыл, не мазал, чем-то не протирал и не обрабатывал. По поводу детей, нам так детей до сих пор пока нельзя выводить куда-то, мы ждем информацию на следующую новую неделю, пока ее еще не было. И многие садики открыты, работают, все возраста, потому что это для детей, у которых оба родителя должны работать и некому остаться с ребенком. Но если какая рекомендация, до 15-го числа, 15-го официально июня открываются все садики, в принципе, я думаю, что и вот последняя неделька остается сидеть дома с детьми, тогда можно будет отдавать в детские сады тем, у кого родитель, например, один не работает. Это, короче, просто обычная работа в детских садах. Ну, многие стали больше нарушать, так как все открыто, с детьми ходят, гуляют, у нас просто вокруг особо нет полицейских, никто ничего не патролирует, у нас даже вернулись попрошайки, которыми у нас была огромная борьба. За последний год их только удалось, скажем так, вот искоренить эту всю мафию попрошайчную у нас в округе, и опять они вернулись. По продуктам питания и всему прочему вообще все в избытке, проблем с этим никаких нет, с масками, с дезинфекторами, все вообще в достатке навалом, цены приятные, цены не меняются фиксированные, колодни, вот эти все обработки средства санитайзера, они вернули свою первоначальную стоимость до эпидемии, сколько это все стоило, столько же и стоит. Всего произвели достаточно, маски на каждом шагу, углу, вообще, куда ни плюнь, везде маски есть, это меня очень радует, то есть средств защиты всего этого хватает. В больницах стало попросторнее, посвободнее, и так много обращений, новых обращений меньше, поэтому в этом плане свободней. Не так уж страшно, скажем так, людям, многим обращаться в больницу, раньше мы старались, если их что-то заболело, потерпеть, подождать, и, скажем, не обращаться, чтобы, скажем так, появление своего в больнице, не подцепить какую-то инфекцию, заразу, короче говоря. Теперь с этим как-то попроще. Вообще, в общем, про туризм, ребята, ничего еще не ясно, не понятно. Турки, как даты были на 15 июля, открытие с другими странами, так оно и остается. Россию ждут 1 августа. Инсайдерская информация, помните, у меня видео было с девушкой, которая работала гидом в Турции 2 сезона. Ее пригласили, как русскоговорящего гида, прилетать с 1 августа в туристический сезон, но, в принципе, я еще и разговаривала с человеком, с нашим, кто в туризме, в турецком, внутреннем туризме. Турция работает и с иностранцами, которые приезжают. Там вообще никто туристов, честно скажу, не ждет у них, потому что они уже отдавали цены на декабрь, январь месяц, там эти цены, убытки уже закладываются. Короче, никто не ждет, что что-то, вообще какой-то заработок в этом сезоне будет. И именно турагентство здесь, именно туризма, сфера, они вообще не ждут денег, потому что, скорее всего, просто если даже что откроется, ехать некому будет, денег не будет у людей, страх у людей заразиться, поэтому ожиданий какой-то, вообще просто чуть-чуть заработать денег, что-то как-то погасить, какие-то минусы, вообще, они даже об этом не мечтают. По поводу правил, каждый день на телеке это обмусоливаются, правила по туризму, открытию, отели открыли, на первой береговой линии открыли, турки понемножку поехали, кто не боится. Мои знакомые лично уехали турки, сказали, что очень мало людей, цены очень невысокие, такие, как раньше были, а то и подешевле, по максималкам все скидывают, лишь бы кто-то заезжал и жил. Людей очень мало, это плюс для тех, кто ездит с детьми, все хорошо обрабатывается, но про шведский стол, а он остался, и непонятно вообще, в одном отеле у меня знакомой, что они питаются так же, как и раньше, то есть, вообще, разговор пошел, что оставить шведский стол, сделать пластиковую посуду одноразовую, за каждым ее выкидывать, чтобы не обрабатывать, да, бактерии меньше. Они кушают из простого шведского стола, как раньше, там подходишь, накладываешь, и обычные тарелки, то есть, никакие не пластиковые не стали, не одноразовые, все, как было раньше всегда. Другие, я думаю, что это зависит от аттестации какой-то отеля, или что-то вот этого санитарных каких-то норм условий, потому что другие люди в отеле у меня живут знакомые, у них доставка еды в номер сделана, это от отеля индивидуально, короче, непонятно вообще, турки сами не врубаются, какие правила должны быть, и вот эти правила от государства, они еще, по сути, такой прям перечень, его не существует. Есть 14 правил по ковиду, как сказать, по санитарным нормам, по правилам поведения общественным, 14 правил, вы можете увидеть эти распечатанные листки на ресторанах, всяких заведениях, магазинах, это как брошюры такие, напоминают людям там про социальную дистанцию, поведение, как чихать в рукав и все прочее, дело, то, что вы все везде в Европе, в принципе, видели, все эти правила, я думаю, все мирно общие, так что про туризм вообще непонятно ничего, пока что не загадываем, посмотрим, вообще, инсайдерская информация девочку, которую предложили гидам с 1 августа, ей сказали, что они рассчитывают на 4 месяца сезона, то есть это август, сентябрь, октябрь, конец ноября по декабрь месяц, типа, будет, посмотрим. У нас в этом году холодный, в принципе, кстати, год, в мае мы ходили в куртках теплых, и вот на днях еще было плюс 10, плюс 15 градусов с дождем в Стамбуле, поэтому про погоду, а сейчас жара стоит, то есть день от дня все меняется, ну, в общем, загадывать пока не будем, как появится информация, я вам расскажу. И раз я решила вам рассказывать, в принципе, о новостях в Турции, что интересного произошло, в Стамбуле на территории нашего бывшего аэропорта Татюрка, куда вы многие прилетали, когда были в Стамбуле, новый аэропорт называется просто аэропорт Стамбул, и на территории этого аэропорта открыли госпиталь, но госпиталь для медицинского туризма, в принципе, то есть не относишься к ковид-ситуации, туда могут прилетать сразу частные самолеты, в этот госпиталь, потому что там взлетно послать на территории старого аэропорта, очень интересно, посмотрите информацию в интернете, видео всякие с открытий, если там президент приезжал открывать, это будет медицинский туризм государственный, и с помощью частных там лиц, и государственный, в принципе, это государственное учреждение, больница будет, это пластическая эстетическая хирургия, онкоболезнь, вообще все-все-все-все, что может быть медтуризмом. Почему-то государство сейчас очень активно туда денежку направляет, в эту сферу развития. Так вот, это очень большое пространство, там очень много тысяч, там вроде, не помню, сейчас вроде бы 2-4 тысячи квадратных метров, огромное пространство, новейшее оборудование для обследования и все прочее, то есть VIP-таки клиенты могут сразу с частными самолетами залетать в аэропорт, в этот старый, пользоваться медус-услугами, это, как знаете, для богатых людей, там, пластические операции, все прочие дела, чтобы остаться инкогнито и все прочее, плюс, в принципе, туристы тоже могут этим всем пользоваться, пожалуйста, это платные все услуги, там, типа, лучшие врачи, все лучшее будет, передовое, все прочее, хотя, в принципе, этот медтуризм очень развит в Стамбуле и хорошие клиники по пересадке, я вам говорила, аренопластика, пересадка волос, вот эти все дела, поэтому искать, типа, best of the best, типа, вот этот госпиталь, я бы так не считала, уж есть частные клиники, ничем не хуже, и будет какой-то шаттл, типа, доставка, когда вы просто прилетаете в новый аэропорт, этот же Ататюрк просто так, только для частных и почты, для карго посылок работает, а просто физические лица обычно прилетают в новый аэропорт Стамбул, и оттуда тоже будет трансфер, какой-то шаттл, скорее всего, трансфер будет мини-автобусы какие-то привозить вот в эту больницу новую, которая находится на территории старого аэропорта, тут вообще недалеко выходит нормально, короче, очень интересная идея, я вообще не думала, что можно так воспользоваться этой территорией, но задумка неплохая, и вообще вот этим аэропортом Ататюрком нашим старым пользуется президент, все политики, знаменитости, аэропорт сейчас, как я раньше сказала, для почты, для посылок всяких, для private jetов, для богатых людей, у которых есть свои самолеты, и для политиков, все, кто прилетают, там, на переговоры какие-то, там, президенты, все прочие, шишки со всего мира, все осаждаются в этом Ататюрке к аэропорту, ну, в принципе, очень молодцы, аэропорт закрыли, реконструировали, подремонтировали, и все равно используют эту всю территорию, очень классно, хотя до этого были разговоры, что на территории этого аэропорта будет какой-то парк, что-то там для природы, для людей, ну, пока что оставили функционировать, зарабатывать денежки, и молодцы. По поводу, что хочу сказать, все ситуации экономической в мире, у нас очень поднимались цены на продукты питания, за именно, если брать период, 3 месяца, и вам так скажу, просто мне на днях на глаза попала брошюрка меню, когда вы делаете доставку домой из какого-то ресторана, обычно вкладывают меню, и там список цен идет, я вот недавно делала доставку в одном магазине, ой, пардон, в ресторане, и мне пришло новое меню, и там цены средним на все горячие блюда были на 20 лир дороже, это, ну, мясо, там, шашлыки и всякие такие дела, это на 250 где-то рублей каждая позиция из меню, то есть я вообще по турецким ценам, я считаю, что это немаленькая надбавка, в среднем по ресторанам, то, что сейчас я успела сходить где-то покушать в течение этой недели, я заметила повышение, ну, в среднем на 10 лир в меню, 10, 15, 20 от ресторана, от уровня, от места зависит, от класса его, 15, 20, 10 лир наценка, это где-то 150, 200 рублей, 250, но это каждая позиция, понимаете, да, если вы покупаете, заказываете себе там несколько позиций, то это существенно, как бы, ценник вырастает, так скажем. Я очень соскучилась за это время по турецким завтракам, но вот когда разрешат с детьми выходить, в следующий раз, когда вообще эта история с детьми закончится, конечно, первым делом я побегу на турецкие завтраки с мужем и ребенком, потому что по вот этой именно традиции, ощущению тому, как будто ты не в Турции живешь, когда этого нет у тебя рядом, очень сильно мы соскучились, именно наша семья. В принципе, что могу сказать, ситуация улучшается, люди реально забили многие, и с детьми выходят всяко-разно, никто ни на кого уже не стучит, всем просто все это очень сильно надоело. Как вам идеи о том, чтобы снимать такие видео о новостях в самой Турции, что вам было бы интересно об этом, буду рассказывать, пишите в комментариях, если есть вопросы, задавайте, скоро увидимся, всем пока!